добрый день вышивальны youtube меня зовут амара и в сегодняшнем видео я бы хотела вам показать какие покупкам покупки у меня были за я скажу что это покупки сентября но получается что это те покупки которые пришли мне ко мне в конце августа и начала сентября потому что вот как то так но видео будут будет называться вышивание покупки сентября и так что у меня купилась я бы сказала не так много ну я купила вот такой лен это цвай карт это кашель 28 каунт и этот цвет анти кайвари этот ли он был куплен для сэмплера и корр сэмплер желудевый сэмплер от сэнди ортон но там мне нужен этот не тот ли он по ключу я скажу позже когда буду об этом рассказывать поподробнее но я не жалею что он был куплен потому что кусочек из него уже я использовала потому что я вот вышла из него этого эту пирамидку от джесна для пирамидки нужно нужно было нужен был леон голд сэнд тоже от свой карт но я не нашла это больно по крайней мере не нашла в тех магазинах где я обычно делаю покупки поэтому не стала уже купить его использовала кусочек вот этого поэтому я сказала что не зря купила этого льна и в будущем тоже пригодится потому что цвет такой знаете ходовой я бы сказала да моя любовь к мелхилл не прекращается но я и вышиваю как бы когда я покупаю мелхилл знаете хоть совесть не мучает потому что я хоть один наборчик в месяц я вышиваю так что если я покупаю то я знаю что я буду вышивать купила я вот такой маленький наборчик это тоже осенний fall in love это игра слов как бы потому что фол на английском в разговорном английском они еще называют осень осень получается fall in love это влюбляться и игра слов это будет влюбляться в осень ну я люблю осень поэтому я это магнит получается вот он здесь есть листик этот реже получается что листик такой должен быть листик вот здесь и еще один наборчик от мелхилл на этот раз это хэллоуинский это про ведьмочку ванда давно присматриваясь прошлого хэллоуина вот эти цвета на на фоне этот бэкграунд очень такой интересный увидела в инстаграме отшивы нравится поэтому и купила навряд ли буду вышивать в этом году тоже тыковка здесь как пуговка сирок видела отшивы и мне понравилось поэтому и купила знаете сейчас я уже когда покупаю что-то но и радуюсь этим потому что я не если что-то мне нравится то я не покупаю сразу потому что я знаю что у меня есть это фишка что если я увидела мне понравилось это не означает что мне это как будет нравиться в будущем и поэтому когда есть сейчас когда я хочу купить какой-то набор какую-то схему не важно что это мелхилл не важно это если это что-то подороже то я думаю над этим над этой покупкой потому что я бы сказала не так жалко денег сколько жалок жалко места и то что я все покупаю скапливаю все это поэтому я думаю на протяжении несколько времени если мне это не нам не разонравилось я смотрю отшивы я смотрю как бы отзывы и после этого я решаюсь если покупать и я очень рада что и у меня уже есть это этот скажем так то что в первые годы моей вышивки я очень много наборов купила покупала сразу вот я увидела мне понравилось я покупала и вот сейчас я понимаю что из этих наборов не то что не нравится не нравится но вот не всех я готова вышивать сейчас может быть позже да я буду их вышивать поэтому сейчас я немножко немножко по-другому подхожу к покупкам как-то так еще меня есть лавандер лейс наверное из моего видео про вышивальные запасы вы заметили что я как-то делаю себе коллекцию схем именно коллекцию потому что я их покупаю себе они недорогие если они на аукцион или они просто продаются рук как бы не магазин они продаются рук то они могут быть очень дешевые и много и получается что многие из них даже новый не открытый некоторые из них были открыты но они все равно в хорошем качестве поэтому те которые мне нравятся я покупаю несмотря на то что они как бы может быть и потрепанные может быть они были открытыми то что для меня то скажем так не очень важно и вот у меня купился такой набор давно я к нему присматриваюсь единственное что меня смущало это вышивальщица нравится цвета но то что меня смущало это то что она на черной аиде и как-то я присмотрелась и сказала ну можно же вышивать на темно-синей есть и наиви потом тоже вот свои как есть и блуз спраус кажется тоже немножко не такой темно-синий немножко скажем так какой медиум синий и когда я подумала об этом я уже купила эту схему потому что я не покупала потому что мне не нравилось что она на черной аиде на черного дна это lady of the thread дома с вышивкой и еще одна схема тоже давно присматриваюсь увидела даже отшива такая прикольная это леди с девочкой и птички тоже красиво это получается little wings маленькие крылья получается обычные схемы обычные дизайны которые вышиваются в dmc для них не нужен таких трэжерсов и никаких кредников бисера но все равно результат очень красивый и да в моем видео про лавандер и лэйс я сказала что дизайнера зовут маргарет левит имблум я извиняюсь мерлин на этот имблум простыне и так эти две съемки и у меня купилась еще вот такая рамка этот милл хилл и эта рамка с дорисовкой не недорисовка вот на на рамке нарисованы тыковки это как бы рукой это ручная работа скажем так да может быть кому-то каждому покажется что они не такие прикольные не такие красивые да не то кто рисует свободно можете делать такое может купить любую рамку и даже в рамку от них имел хилл и рисовать я не рисую поэтому не сделала этого купила эту рамку для своей работы от милл хилл кемпэч на который будет скоро вышита когда буду вышивать оформлять обязательно покажу так что она долго не подсидеть с кулечки скоро будет красоваться на полочке еще хотела показать вам немножко ниточек которые купились в этом месяце купила я три цвета джентл арт это томата что-то это панк импа и авокадо они уже были использованы они мне нужны были вот и для этого этих совет час на ну да работаю очень маленькая можно было без этих не так потому что переходы здесь не очень такие сильные я никогда не вышивала джентл артира цвета такие знаете ходовые поэтому я подумала что может быть в будущем я могу смогу их использовать и для других работ поэтому и они не такие дорогие скажем так то что они шелковые поэтому я купила их еще у меня купилась вот такая ниточка от рейнбоу геллори это фазе став такой crazy зеленый и она мне нужно будет для часа на в батон для ветвячки чтобы волос ей вышить самое интересное что там в ключе они дают что нужно купить тоже рейнбоу геллори но они говорят что нужно купить виспер виспер но вот виспер в таком оттенке я не нашла потому что мне нужен вот такой именно салатовый зеленый я не нашла и потом я увидела в видео гали ночная пошивальщица она показывала свои покупки и она показала вот такой такую нитку для тоже какого-то хэллоуинского дизайна и у меня была такая блин вот что мне нужно было я посмотрела в сеансо нашла и купила надеюсь получится окей по крайней мере она не не толстая должно получиться окей вот она не толстая я надеюсь что получится окей и почему купила потому что они только тот дизайн будут еще дизайны где нужны будут нужно будет вот этот оттенок именно такой лохматый тоже хэллоуинский дизайн как бы я надеюсь что я буду использовать хотя бы во двух своих дизайнов и еще у меня купились вот такие перле это номер 8 и номер 12 вот этот получается бланк белый и этот by 52 00 мне только восьмерка на должна купить еще 12 мне эти ниточки будут нужны для нескольких проектов не только один я просто видела что они будут нужны и поэтому начала их купить когда например делаю покупку и мне нужно там 234 доллара или фунтов не чтобы была доставка бесплатная то я уже ставлю эти эти нитки в корзинку чтобы у меня они были потихоньку чтобы я их купила так что это для будущего получается еще у меня есть 4 магнитика получается эти магнитики я сделала тоже это осенне хэллоуинские но осенние бы сказала больше не хэллоуинские осенние магнитики эти магнитики я сделала сама просто у меня есть изредка есть такое хобби я покупаю с алиэкспресс и покупаю брошки и делаю из них магниты я делаю их сама потому что первый раз когда пела попросила мужа чтобы он отпилил там и сделал все он мне не понравилось качество ему сказала что под этими магнитами будет довольно дорогой лен не хотела сказать насколько дорогой я сказала что портить лен вот такими не надо и попросила вам показать мне как и что я сама сделала он увидел что я разбираюсь и купил мне специально для меня купил вот все и я сама тебе делаю как бы я его не попу не прошу я сама делаю и что у меня есть у меня есть вот такая тыковка прикольненькая у меня еще есть вот такая такой лист довольно большой лист и получается вот этот самый тяжеленький но без проблем потому что я буду я использую него димовой магниты я не довольно тяжелый знаете и как бы не будет проблем очень я сначала не заметила потом вот такие камушки которые светлее это получается что-то паучок белочка вот такая желудем есть у меня планах есть и желудит и сэмплер потому там есть белочки желуди я купила вот что было в тем и вот такая совушка с очками очень такая стильная прикольная еще я купила один на пин это пин от джастановый баттон вот который делает пугови пуговки это тоже желудь и таким продавался отдельно потому что у них есть и комплекты по 3 есть один стоит дороже и один который стоит дешевле вот этот стоил довольно дешево я купил один чтобы посмотреть на что посмотреть то что этот пин будет как бы как пуговки от джастановый баттон я знала но мне было интересно как будет качество и сам этот пин мне нравится поэтому я думаю что в будущем я буду купить еще потому что ну они разные они тоже пины и меня есть своя любовь к пинам еще я купила вот такой этот прим получается для обрабатывания комбы до сих пор мне нравится это второй или третий который я уже покупаю и довольно хороший поэтому я не помню если попробовала да у меня прим был этот карандаш есть еще карандаш который делает но тут мне не нравится конкретно не нравится как-то расскажу а вот этот нравится получается и еще в моей коллекции куколок появились две куколки одна очень большая одна очень маленькая получается что это большая самая большая из моих куколок и это маленькая самая маленькая из моих куколок это большую куклу Вот, с красными губами, красные розы и красное платье. Я хочу ее использовать, чтобы вышивать схему Руселла. Когда я показывала свою вышивальную коллекцию куколок, те, которые еще не вышиты, я сказала, что... Вот показала схему и сказала, что уже заказала куклу, и я хочу вышивать вот эту. Да, оригинальная кукла Руселла получается, что она намного меньше, но там узор на платье можно делать, потому что там цветы, листики, и можно делать и побольше, если будет нужна юбка побольше, получается. И еще вот у меня купилась такая малышка, маленькая-маленькая, прикольная, прекрасная малышка. Давно на нее смотрю, и вот с этой куколкой я хочу попробовать какое-то другое оформление. Если получится, посмотрим. Но для нее у меня есть интересные планы. И все. Да, вот эти были все покупки, которые я делала. Ну вот сейчас сентябрь до сих пор. Следующие покупки, наверное, которые будут, они будут уже покупки ноября. Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся в моих новых видео. Пока-пока!